пошла сейчас разгорится ничего страшного будет идем дергать сено управляться стога стоят стога стоят ну чё сено наложил тащим туда выгоняем коров чистим поем водичкой их даем сено и загоняем снова потому что на улице 22 градуса как-то это холодновато поехали и 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 Родилась она в деревне, но потом через много лет, да как ты помнишь? Через много лет, ну сколько мне было, лет 5 наверное Уехала в деревья, короче в маленьком возрасте увезли ее в город Родители разошлись и разъехали, ну с мамой уехали, не знаю А нас называешь-то? У меня еще брат старший есть И жила она в Называевске, до скольки лет? Жила, страдала в Называевске, все ее тянуло в деревню Ну лет до 19 Вот, до 19 лет, так что вы говорите, вот у тебя жена деревенская, да она городская, просто работает Ну, просто работает Так мы все просто работаем, и городские, и деревенские, что тут делить-то? У них одна работа, у других другая Я не понимаю тех людей, которые пишут, вот это городские, делят вот на городских, на деревенских Боб, ну мы в Называевске жили, в доме-то тоже на земле, не в квартире Ну, хозяйство держали в доме Называевске? Бабушка коров держала Ну, бабушка, бабушка Ну, мы ходили к бабушке, у нее почти мама на работе раньше как была? Она на мясокомбинате На мясокомбинате мама ее работала Утром придет, переоденется и опять, и в ночь, потому что колхозы вон какие были, забои много было Да, так что вот так вот Так что и у бабушки корова была, козы, а у нас свиньи были Вот так вот, ребята И не пишите мне, и не делите деревенских на городских Не пишите, вот пишите ему все, что думаете про него Что меня не надо Вот они, городские, нифига не хотят этого Несколько дней назад мне задали вопрос Почему у нас, почему у людей рождаются маленькие телята Почему рождаются маленькие телята? Такой будет мой ответ Потому что есть несколько причин, почему рождаются маленькие, не совсем крупные телята Потому что, во-первых, бычок, которым покрылась самка, коровка Был, наверное, не совсем крупный, не совсем маленький И вторая причина, потому что, возможно, телка была или коровка была тоже не совсем крупная Все это происходит от того, что бывает частенько преждевременные Вырастают, как у нас вот созревают Половое созревание у телки происходит очень быстро Она покрывается, рождает теленка маленького Ну а чтобы хозяев, допустим, колоть не охота Чего с нее брать? Беременных нельзя колоть, есть такое поверье И они просто это продают какому-то человеку, у которого мало опыта Ты лучше по-русски скажи чисто Быки обнаглели совсем, но мелких лезут Вот Степана говорит, быки обнаглели, но мелких лезут Но, Лен, такой пример Телка покрылась, ну что, колоть ее же не будешь Вот продаешь ее какому-то человеку, у которого мало опыта Просто вот и все Мало опыта, пусть он с ней мучается, да? Да, и он с ней мучается, а он потом А если она пропадет, ему лучше для опыта уже нормальную коровку Лен Ты сейчас вам советую Я просто говорю так, как есть И чтобы деньги не терять, просто люди-то сейчас так Так они потеряют, вдруг с ней что случится, он неопытный, не знает, что сразу сделать Ну и что? Ну ничего Ну случится, ну и будет, это все Ну и все, и потеряют доход, ему лучше уж нормальную Но тот человек, который приехал из города в деревню, он этого не понимает Он просто берет, его развели как на лоха, и все Ему продали вот Ну скажи, если ему подсунули, а ты уж ты говоришь, прям нужно ему такую Не нужно ему такую, ему нужно уже нормальную корову, чтобы проделать Очень, очень часто у человека, у людей нет денег, средств, чтобы это купить Хорошую сразу корову, он покупает молодую телку Я тебе не понимаю Не зря раньше телок, бычков подпускали к телку после двух лет В старые времена А сейчас что, она только вышла, ее раз в первые жилеты покрыли Вот и все Ну и нас тут вольно Ну, а где они сейчас невольны? Да во всех деревнях сейчас пастухов мало Ну, некоторые-то держат в загонах, где-то выпускают отдельно Ну, факт то, что телка не созрела Говори дальше Вот и ответь, ответь на вопрос Ну не созрела, а вдруг так получилось, ну что мы делаем именно Ты прям уж это Мы оставляем ее, она живет Мы оставляем ее, да И я Ну, продуктивность от теленок-то родила Я в будущем, ну он помельче, конечно, будет Ну вот Она сама такая вот Да Да Такой же мамки Чтобы, чтобы хорошо все это было, надо Я, я просто хочу сказать, я просто ее доить не буду, я его пропущу Для того, чтобы доить, у меня достаточно тех коров А эту что я мучить буду? Там сколько молока пустишь Сосет вдоволь Потому что, ну, что там Не было бы коровы, одна была, доила бы, может, и поила его Ну А есть корова, а эту оставили Чисто Пустелится Да? Но теленок-то все равно от нее будет не совсем большой Не такой, как от тех, от больших Ну, она тоже И почему еще рождаются маленькие телята? Потому что корова не успевает отдохнуть Когда корову доишь Ну, она должна отдыхать Передать омень Почему у людей рождаются то большие, то маленькие Все зависит от человека, и все зависит от породы, от коровы Все зависит от породы, от коровы И от кормежки, ну, тоже перекармливать стельную корову Стельных коров не надо кормить сильно Их надо сеном кормить, водой Нет, ну почему, ему муки надо давать Лена, она раз... Не, не, в меру давать Она тогда их пытается, и отделиться не сможет Ты тоже Пошли, на место Все ты снял? Все, все снял Короче, так Не давать тебе ничего, только сен с водой Вот такие, короче Ну, степан Ну, степан Ну, степан Ну, степан